Девушки отдыхают Пока это самое Тем не менее, со своей девушкой съездили в Париж И привезли С нам с Евгением из Парижа Не коньяк Не армоньяк А вино Вот Единственный нюанс Во всей этой истории, что Париж это деревня Находящаяся В Витебской области Республики Беларусь А вино называется Волшебство С криво наклеенной этикеткой Поэтому, ребята, очередной трэш-обзор В общем, реально Ребята собрались проехать отдыхать Они Живут в Минске Ну и учитывая, что На Мальдивы Не совсем хватает ни средств Ни времени Они решили съездить на Браслов И вот наш общий друг, он сказал Говорит, а я, говорит, вспомнил, что По дороге там Можно заехать В деревню с прекрасным названием И они заехали Один нюанс От трассы к деревне Женя ведет дорога Знаешь, вот На которой асфальт В теории не существовал никогда Мы, кстати, придумали совместно Уже, когда разговаривали Название для такой дороги Это дорога Где никогда не ступала нога президента Любого Ну, у нас в Белоруси все сдавят Да Значит, было куплено Это дивное произведение искусства В магазине под названием Париж Он так и называется Чтобы ты понимал Магазин Париж Это, как мне его писал наш друг Это шикарное место Говорит, единственная башня Которую он видел в деревне Париж Это башня из тушенки И других консервов Которая построена в этом магазине То есть, это такой Сомок-сомок Знаешь, вот Девяностые-девяностые Ну, это мило на самом деле Он реально Там стоят вот эти вот Деревянные полки И вот эти вот лотки с хлебом На деревянной этой фигне Вот эти вот консервы Это самое И говорит, прекрасный выбор напитков Он говорит, я привез свою женщину И сказал, говорит Выбирай лучшие винные погреба Парижа Для тебя Не соврал же Она, кстати, для себя Насколько было рассказано Выбрала некий орешек Ликер Это крепкий, наверное Ну, там 22, по-моему Он сказал, говорит Ну, было терпимо, говорит А для нас с тобой Вот сказали, что Ну, надо Из Парижа что? Волшебство Плесните волшебства В хрустальный мрак бокала Волшебство Парижа Да Волшебство с криво наклеенной Этикеткой Знаешь, что другое веселит? Посмотри на дату развива В Парижа не пьют Да, 30 ноября 23-го года Сейчас мы снимаем Это июль Это август 24-го Волшебство Как мне было сказано В этом магазине На самой высокой полке Присутствует вода Находится водка С самой нижней полки В наших всех магазинах Могилева Ну, все правильно Снизу, что можно Бутылку-то С коммунизить? С коммунизить, да А сверху-то Это нужно Тубареточку Наверное, вот Консервы нужно Поставлять Ну, да В общем Нам досталось волшебство Кто вообще Производитель Волшебство? Сейчас, Евгений Валерьевич Я Ну, понятно Я смотрю, что-то в рамках Райпотребсоюза Витебская область Полоск Это Полоцкая Универсальная база Это же изготовитель Да Кооперативно-торговое Унитарное предприятие Полоцкая универсальная база Хород Полоцк А состав Интересен тебе? Сок, яблочко Знаешь, что это самое? Мы должны вообще Это были делать В костюмах Гарри Поттера Экспиранс Нет, подожди Нет, слушай Нет, вот так надо делать Экспиранс Нет, тогда уже это Экспиранс Значит, слушай, но О, кстати, пузырьки идут Мы потрясли Вон оно вспенилось Состав Сок яблочно-сброженный Спиртованный Прикинь Он первым номером идет Никогда такого не видел в виниче Вода питьевая И только потом Спирт этилоректификон Из пищевого сырья Не написано какого Ну, не люкс, короче Понятно Сахар белый Сок яблочный Концентрированный Водно-спиртованный Настой Щипы дуба Они претендуют На вкус из бочки Антиокислитель Е224 17 оборотов Да? Пية Кстати, 55 грамм сахара на литр Спирт 17 оборотов Да У нас просто всё Заготовлено сразу О-о-о... О-о-о, да Этого я давненько Не видел, конечно О, оно ещё и Сделало ты слышал? Ну, если оно в натуральном выражении там написано, в начале это самое... Ну, сок, то есть чисто террористический. Ты знаешь, в свое время мы в райповском магазине купили... Ммм! Какой прелестный сидоровый запах. Мы в свое время в райповском магазине, который вот напротив меня дома, мы в свое время купили с родителями тоже бутылку вина. Ну, просто вина. Приезжаем, нормальная этикетка и так далее. Ну, я просто взял там, по цене подходил и так далее. Уже когда я принесла домой, мы уже поняли, что на райповское и т.п. и т.д. Ну, ладно, уже купили и все. Причем нормального вина, типа виноградного и так далее. Мы открыли пробку, у меня пробка выстрелила вместе со штопором. Оно загазировалось внутри. Ну, Евгений, видите, какой янтарный цвет? Это называют цвет на стойке луковый. Я рассказывал про на стойке? Да. Можно, наверное, ребятам рассказать. Да, да, да. Это же райповский магазин в свое время. Это еще годы моего золотого детства. Это мой 10-11 класс. Перфекто. Да, там, одним словом, там продавалась на стойке... Скорее всего, наш Могилевский винзавод делал там какой-то район. Назовалось вино луковое. Не на стойке, а даже вино луковое. Это была небесно-голубая этикетка со связками лука. И я стоял... А еще... Извините, я каждый раз не могу... И я стоял в очереди незавидно купить хлеба, а там еще закрытое... Да ладно, незавидно. И передо мной стояла девочка, которая выглядела даже младше меня на 11 класс. И она берет сосиски, хлеб и так далее. И бутылку вина. И в бутылку лукового вина. И она сейчас так стоит и говорит... Деточка, а тебе сколько лет? И девочка гордо открывает патк, говорит... Мне женщина 25. И ей тогда продали. Да. Конечно, классик не писал про луковое, но можно... Луковое вина. Ну что? Как вам букет? Похоже на нижний склон Антоновка? Нет? Я так тебе скажу. На букетке, по ходу, изображено то, что будет выходить с утра. Все волшебство. Все волшебство. Евгений, как вам? Ну давай так. Оно... Отвратительно, конечно. Пахнет. Почему? Ну... Запах помоечки есть. Но не такой, конечно, явно, как у Могилевских. И не звездная площадь, однозначно. Да. И не над сожем тоже. И над сожем тоже. То есть, если вот брать в этой категории, тогда да, оно пахнет, в принципе... Да, нетерпимо оно пахнет. Ну... Какая помойка? Тут, блин, броженые яблоки просто. Может, их не очень хорошо мыли. Это помойка называется. Вы предвзяты в своих суждениях, мой друг. Что, бутылка на мент еще сделана? Нет. Да. А, точно. Причем на такой, на модный. Ну, на один оборот. Фигаща. Да, что-то так уже... Терпимо. Это можно пить, на самом деле. Не нужно, конечно. Не нужно. Ой, что-то не... Что-то мне потом стало не очень хорошо. Все, я... Я закончил. Я закончил все эксперимент. Ты знаешь, что как бы... Ну, сахара, конечно, не чувствуется этих 50 лет. Но вот крепость 17... Это вот... Я в конце не начал отдушить тухло-яблачным спиртом каким-то. Ты знаешь, оно по вкусу, на самом деле... Я сейчас такую... Чтобы сразу понимали, что это не то самое по вкусу, что я скажу, но оно очень близко вот именно по... спирторецепторным ощущениям, если вы пьете Хереса Мадер. То есть, нормальную Мансандровскую. То есть, оно очень близко вот по этим ощущениям. Там тоже такой достаточно ярко выраженный приторный вкус. А вот здесь... Подожди, подожди. Я сейчас глаза со стола подниму. Они просто выпали нафиг. Ну, да. Там такой же ярко выраженный вкус. Ну, а здесь он такой размытый. Ну, хрень это. Что я себе могу сказать. Вкус, на самом деле, не самого плохого плодового выгодного. Да. Если мы вот берем оценку именно плодового выгодных вин, то есть, с Гомель... Пока что у нас самый большой минус – это Гомельский. Не-не-не-не. Со Звездной площадью. А, Звездный... Гомельский? А, еще же Фрутвейн был просроченный, который на 10 лет. Так он нормальный, кстати, зашел. Вот этот ролик. Ага, да, нормальный. А потом, когда мы туалет делили на троих. Да, это же потом было. Нет, так там, слушай, там нас смалец спас этот, который мы намазывали. Конечно, слушай, ну, на самом деле, да. Давайте честными будем. Понятно, что это снималось так. Ну, это снимается ради прикола какого-то. Об этом говорить серьезно, наверное, нет смысла. Ну, это, конечно, хероборо и что-то. Да. Ну, хотя, допустим... Я не понимаю, как это люди пьют. Не, ну, допустим, вот... Смотри, в России вообще этого нет. Слава Богу. Не, ну, слушай, страна, где был ягуар, она не прощается за то, что она, типа, не пьет вот это. Ну, для россиян, чтобы вы поняли, это у нас называется сладковым словом чернила. Чернила, бырла. Бырла, да. Чарла. Ну, и все вот это вот прочее. Короче, слушайте, это реально, это покупают только синяки, ну, и аватары в магазинах, они реально покупают вот это, потому что оно стоит дешево, оно, типа, стоит на российские деньги, там, условно, 120 рублей, 130, 150 максимум, и, типа, ну, а градус есть, и оно обычно в 0,7 за такие цены, и люди с винта просто... Это заворачивают, это заворачивают сразу с винта. Это да, это пьют, я просто, чтобы показать-то, вот так делают. Ну, то есть, никто это не пьет вот так, как мы сегодня, фух. Фух, зачем я это сделал? Ты хотел показать. Ой, меня погубит моя вот эта вот, знаешь, экспериментаторская натура. Ну, на самом деле, по-хорошему, не так уж и плохо. Могло быть хуже. Не, мы когда-то пили на канале хуже, как бы, ну, и даже, знаете, в чем фишка? Что я иногда пил хуже из сегмента, на котором не ожидал вот подобного. Не ожидал подобного. То есть, ну, это допьется. Ой, слушай, Жень, ну, слюна после него, слюна отделения после нее бешеная. Ну, прикос стоит во рту вот это вот неприятно. Я сравнивал с Мадарой и Херизом, то есть, оно по принятию, оно похоже, но по остаткам... Да после вкус отвратительного. Да, оно как бы... Проблема вот этой всей штуки, она, слушайте, даже запах, там, легкая помойка, она, типа, окей, иногда есть коньяки, которые такой помойкой пахнут, терпимо, но вы выпиваете, даже сам вкус, он более-менее, ну, ну, да, послевкусие, которое стоит во рту, и оно же, зараза, не проходит. Мне так хочется это запить чем-то, но... Ведоплодовая, крепленная, специальной технологией. О, можно я вот так сделаю? Что за специальной технологией вы переборщили, наверное? Я тут вон есть этот самый заместный бокал, мне сюда просто налью спрайта. Волшебцы. Я сейчас запью, потому что иначе ролик может закончиться салютом. Волшебцы. А, кстати, ну, друзья сказали, что Париж готов к Олимпиаде, все нормально. Да. Садомитов не заметили, когда были в Париже. Спортсменов тоже, да. Проверили местную реку, вода норм, санитарные нормы соответствуют. Вот, значит, ну, все было хорошо. Макрон одобрил, вот, сказал, говорит, передайте друзьям... Председатель Парижского райисполкома, Григорий Макрон. Григорий Петрович Макрон, да. Да. Сказал, говорит, это можно. Не потравятся. Удовольствие не факт, что получат, но не потравятся. А еще он приглашал нас с комбайнерами. Этот самый колхоз местный. Что я могу сказать? Слушай, нет, ну, просто экспериментируя вот с этими всеми, да, то есть, ну, мы иногда по долгу службы нам-то вот, ну, пытаются нас потравить, там, наши друзья, знакомые. У меня какой этот самый, к этому всему, я, честно, я, наверное, все это, наверное, последний раз, когда мы вот что-то подобное опьем. Ну, почему перестали снимать там? Они одинаковые все. И это очередной одинаковое, типа, ну, а-ля луковое вино. Не, ну, понятно, что если вдруг это луковое вино появится, понятно, что мы ее возьмем и снимем. Потому что она луковая. Луковая, да. Ну, я больше такого никогда нигде не видел. Ну, слушайте, если наш условный винзавод сделает не яблочное, а, не знаю, хотя бы чисто грушевое или какое-нибудь чисто свишневое, вот, ну... Наш винзавод знаешь, что сейчас сделал? Сегодня в магазине с утра видел. Ну. Я просто ходил, тебе хотел этого купить. А что я купил? Квас этого хотел купить. Они сделали безалкогольную медовуху. Безалкогольную медовуху. Светлая память Могилевскому заводу «Магнат». Не, короче, ну, что, я не буду это оценивать. Это, конечно, это нищик какое-то... Это пить ничего никому. Не покупайте, не пейте. Слушайте, если вы спили, да, про что, да, да. Для ребят из России, которые нас пишут, смотрят, пишут, как сувенир, поскольку у вас такого нет, в принципе, вы можете купить ради прикола и так далее. Но сразу предупреждайте, что это не... Я там Олегу привозил, когда я ездил в Польшу часто, именно польские плодово-выгодные, они называются «Вина авиационная Польша». Там это совершенно другое. Ну, слушай, мы с тобой немецкое плодово-выгодное как-то покупали. Оно, ну, ты понимаешь, что это не виноградное, по-моему, ежевичная петля, типа, оно, да, оно из другого сырья, все. Оно, но оно похоже на домашние вот эти вот вина, только легкие. Только легкие. А вот это же, это же гнилые, ну, гниль, черви, вот эта вот вся штука, ну, вот она вот здесь в концентрированном варианте. Ну, камон, нет. Никому никогда нет. Нет, даже, ну, позже быстро не подходите к этим напиткам. Все, ноль. Ну, так что, ну, ну, вообще оценки не будет. Оценки не будут. Какая оценка плодово-выгодная, какие тут могут быть оценки, ну, типа. Просто напиток с красивой историей, с красивого места. Просто снялась ради чисто вот прикольной истории, все, больше ничего. Париж и так далее. Ну, кстати, будете у нас в Беларуси заезжать к нам в Париж. Заезжайте в Париж. Слушайте, у нас если по карте покопаться, у нас там не только Париж есть, у нас там где-то... У нас там Лондон где-то есть. И куча других прикольных. Кстати, в Могилево заезжайте, тут много интересного. Здесь у нас, между прочим, был этот президент этих каких-то островов. Николай Судиловский. Может, Судиловский. Судиловский, президент Гавайских островов. Или Гавайи, да, ну. Нет, может, не Судиловский. Вот сейчас ты меня вот запутал. По-моему, не Судиловский. Судиловский это немножко другое. У меня фамилия-то с другим ассоциируется. Но суть, да, президент Гавайев у нас родом из Могилева был, который есть там, был там. Ну и вообще тут и ставка царя была во время революции и много чего интересного. Здесь даже как-то снимали кино, когда про времена революции и прочее, про царскую эпоху. Тут у нас были съемки, когда вот на этой нашей лестнице она была сохранилась. Сейчас ее переделали, конечно. А еще лет семь назад она была в первозданном виде. Снимали у нас в парке, в центре, снимали эти самые сцены с царем. Типа, ну, как он там по лестнице гуляет и так далее. В общем, на самом деле город... Запокатная история, интересно посмотреть. Ну да, у нас единственная проблема. У нас эта история немножко по дворам расположена. Но если вы наш прям хороший подписчик и прям вот приезжаете в Могилев и прям вот очень хотите, очень-очень, вы, конечно, там в личках каких-то можете связаться. И может быть даже мы как-то и пересечемся. Мы даже с Женей что-то расскажем, где что у нас тут располагается. Чуть-чуть поводим, покажем. Где речь посполитую делили, в каком здании непосредственно. Вот. Где тут всякие интересные вещи. Поэтому... Welcome в Могилев. Туристический центр Республики Беларусь. Хорошо сказал. Я думаю, одобрят ролик в госполкоме. Конечно. Вот. Его будут показывать. Я тебе больше скажу, ты сказал волшебно. Потому что у меня в бокале волшебство, Евгений. А вам, ребята, подписывайтесь и до новых встреч. Почувствовал себя поручиком в Ржевском на балу, который, знаешь, от безысходности бокал засадил в себя. А потом в рояль. Вот из разряда этого анекдота, знаешь, там навалить в рояль, что ли, так не поймут про инцесс. Слышь. Ну.